Толстовские штучки Вороногу задайте в жена, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете, Погляжу на морозный туман И засяду за длинный роман. Будет холодно в этом романе, Будут лавы качаться, как вдруг Будет кто-то сидеть на диване И посасывать длинный чубок. Будут еле стоять угловаты, Как стоят мужики на дворе, И как мост небольшое тире Свяжут две неналекие даты. Гроги, когда старики На кладбище придут улети, Достоевский еще молоденький, Только в нем что-то есть, что-то есть. Молоденький кричит, молоденький, Выиграть тысяч так пять или шесть. Мы заплатим долги, и в долге Будет водка, цыгане и крах. Ах, какая начнется игра, Ах, какая начнется игра, Ах, какая начнется игра. Ставите камин в кабинете, Вороному задайте пшена, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман, И засяду за длинный роман. Однажды, веслом, Час небывало жаркого заката, В Москве на патриарших трудах Появились два гражданина. Из реки. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы у Вас сразу спросить, как нас слышно? Все, гитара слышно, нормально, да? Как раз особенно слышны буквы П и Т, да? Ну, это уже неизбежно. Ну, давайте смиримся с этим, так сказать. Сегодня наш уважаемый звукооператор поделился с нами вашим и нашим, не знаю, как сказать, горем, несчастьем. То, что аппаратура, на которой, так сказать, мы уже пять лет как здесь выступаем, она все та же. Мы надеемся, что, в конце концов, город разбогатеет, вместе с Вами, конечно. Или не, наоборот, если Вы разбогатеете, то и город разбогатеет. Да, то и город разбогатеет, или наоборот, я не знаю. И тогда будет новая аппаратура, и мы опять к Вам приедем. Сейчас мы хотим спеть песню на стихи поэта, сам он казах, зовут его Бахыт Кенжиев, живет он в Канаде, но на стихи почему-то пишет русский. Не убей, учили, не спи, не лги, Я который год раздаю толки, Но мешает давний один должок. Не венцовый город, сырой снежок, Что еще в испарине тех времен. Был студент речист, не весьма умен, Наряжался рыжим на карнавал, По подъездам барышень целовал. Я тогда любил говорящих нет, За капризный взгляд, ненаглядный свет Просыпалась жизнь, на каком стуча Музыкальным лавчиком без ключа. Голосит разлука, горчит звезда, Я давно люблю говорящих да, Все томнится сердце сквозь стали лед, Колокольным деревом прорастет от доложок, Остался на два глотка, И записка мокрая коротка. Засмолил бутылку воды морской, Той воды морской пополам с тостой, Хорошо безусом у Аруси. Милицейской ночью лететь в такси, Тормотнешь лбом, заданет стекло, Очнешься вдруг, двадцать лет прошло, Я забыл, как свален моих подруг, Дальнозором сделался близорог, Дыби ослепла почти душа, Поезда простужены, Мельтеша наклонюсь к стеклу, Прислонюсь к сне. Двадцать лет прошло, словно двадцать дней, То ли мышь под пальцами, То ли ложь, по-неволе звездное, Запоешь хорошо, безусом у Аруси. Милицейской ночью лететь в такси, Тормотнешь лбом, заданет стекло, Очнешься вдруг, двадцать лет прошло. Я с детства любил открытые пространства, Музыку для всех и обеды в столовой, Я вырос на почве любви и пьянства, Как это ни странно, живой и здоровый. Я вырос на почве искусства и бреда, Подругам соседей, пацанам трамвая, Пацанам собаки и велосипедах, И вкус газировки был слаще рая. Мы играли в войну, в каталованах на стройках, Тонули в канавах и вязали в гудроне, Но в мечтах мы мчались, в каретах на тройках, И сидя в сугробе царили на троне. Счастливое детство нам подарило, Умение жить и писать без нажима, Равнение на флаг и на середину, Лагерь артек строгого режима, И жилые примеры не сходили с ответом, Нам говорили, что мы идиоты, Мы скоро привыкли к мысли об этом, И ищем себе подходящей работы. Я больше высоким словам не верю, Сегодня мы жертвы, а завтра судьи, Я хочу понять на своем примере, Так что же было, и что же будет? Я вернулся на почве, Открытый бред, подруга и соседей, Победа и ротолая, Позволь нам срона, Чивили беда, И в кульс козыровке был слаще рай, И в кульс козыровке был слаще рай, И в кульс козыровке был слаще рай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 артек лагерь строгого резина я понимаю что будет все запоминается это написала стихи написала поэтесса марина варкова вот сейчас еще спрашивает сейчас пока я пока мы били песню а я вспоминал случай который с вами включился восемьдесят девятом году это было в казани вот вадим рассказал что было минске сказали была тоже история интересная до этого случая мы не знали что у нас оказывается в песнях очень часто встречается вот эта тематика я просто вас хочу убедить что мы не алкоголь то есть я не знаю это видно нет но мы не алкоголь а вот по поводу того что в наших песнях проходит вся эта тема мы поняли в 89 году в казани когда мы выступали в тюрьмах и лтп особенно вот представьте себе ну так получилось так судьба нас так судьба распределись первый ряд так также близко сидят паханы с наколками все как положено поем мы первую песню тишина вдруг один из паханов самый крутой чувствуется наколок делает руку вот так поворачивается аплодисменты как на концерте рик и потом мы поем вторую третью четверть продолжает продолжается та же самая реакция мы не понимаем чем дело вроде текст такой непростой музыка непростая они словят самые главные слова любочка налей понимаете вот тут вы только сообразили оказывается сколько у нас в песнях этой самой атрибутики но я надеюсь что мы с вами другие люди мы с вами понимаем что песни в общем не правильно а а а и и И когда-то, теперь мы посуду сдаём, За стройным сибириком, убираясь локтями. Теперь мы трезвее и реже сидим за столом, Где нет уже многих лекушек между нами. Хлопушка с крапивой цветут на забытых костях, Вот в эстонском бродит парк, этот кружит Парижем. Как всех разметала, а мы соседелись в гостях, Как выйдем на воздух морозом, колючим подышим. У нас ещё родина с нами и жгучий снежок, Которые, как ни секут нас, овек не покинут. Но есть ещё этот язык, круговой пассажок, И кроме желания жить, кисти жажда погибнуть. Друзья, дорогие, да будет в огне светло, Сойдёмся на зрелости лет, В отчестве тесно. Товарищи верные, нас не случайно сглёт, На полпище гибель нам много, Как юности честно. Аппаратура работает нормально! А вот следующая песня... Уже будет под фонограмму такая, да? Да, уже под фонограмму, сами понимаете, да. Мы в этом году посвящаем каждое исполнение этой песни Нашему другу, соратнику. Мы с ним приезжали в прошлом... Вот два года назад вместе сюда на этой сцене стояли мы с ним вместе, Леониду Сергееву. Если вы помните, знаете. Ему в этом году исполнилось 43 года. Но это такое конкретное посвящение. А вообще мы хотели посвятить эту песню всем, Кто достиг этого рубежа или где-то около... Вот как раз в районе 43, 40, 45... Ты теперь ложишься рада, Все равно усталый вид, Словно шкурка от банана Над губой щека висит. За окошком ветер носит Удившительную весть 43, не 7 на 8, 43, не 6 на 8, Но, увы, не 26. Давай, дружок, закурим яву, Она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, Хотя такая же отрава, А правы те, кто любит нас. Как непросто быть любимым, И как трудно не любить. Если мы необходимы, Значит так тому и быть. Украшение мужчины, Не только ум и седина. У нас есть веские причины, У нас есть веские причины, Чтобы сегодня пить до дна. Так наливаем, сгорим бокалы, И выпьем как в последний раз. Те, кто жалеет нас, неправы, И кто ругает нас, неправы, А правы те, кто любит нас. Так наливай, сгорим бокалы, И выпьем как в последний раз. За тех, кто правы и неправы, За тех, кто правы и неправы, За тех, кто все же любит нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Сейчас мы хотим спеть песню На стихи Арсения Тарковского. Я хотел сказать о том, Что когда мы не объявляем автора стихов, То всю ответственность нас на себя берет Вот Валерий Леонидович. АПЛОДИСМЕНТЫ Не удивляйся, мы, Это будет, наверное, не раз Сегодняшний вечер, Мы будем постоянно настраивать гитары, Перестраивать, подстраивать. Вот, скажите, кто-нибудь из вас был на концерте Классического гитариста? Тишина такая. Видно, в Калугу не заезжали Классические гитаристы. Ну вот, заезжали, да? Ну вот, если кто-то будет Или увидит по телевизору, То, вот, представьте, Я классический гитарист, Я подхожу. Я сказал классический гитарист. Да, якобы, да. Якобы. Да. Яков. Бабочки не хватает. И вот, Стоится на стул, Настраивает гитару, Минут 10. Потом играет какое-то произведение, Встает, кланяется, Опять садится, Настраивает гитару, Опять минут 10. И так после каждой вещи. Это никого не удивляет. А почему-то вот в авторской песне У нас принято так вот, Как пошел и... Мы стараемся бороться с этой доброй традицией. Так что давайте бороться вместе. Итак, песенные стихи Арсений Тарковский. То были капли дождевые, Летящие из света в тень, По воле случая впервые, Мы встретились в ненастный день, И только радуги в тумане, Вокруг неярких фонарей, Поведали тебе заранее По близости любви моей. Поведали тебе заранее По близости любви моей. Как слезы капли дождевые, Светились на лице твоем. А я еще не знал, Какие безумства мы переживем. А я еще не знал, Какие безумства мы переживем. Я голос твой, да люди слышу, Друг другу нам нельзя помочь, А дождь всю ночь стучит, А крышу, как и тогда, Стучат всю ночь, А дождь всю ночь стучит, А крышу, как и тогда, Стучат всю ночь. Аплодисменты. 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 Дорогая моя женщина Там не выжит друг без друга То, что мы с тобой повечены Знаем мы наверняка Дорогая моя женщина Наша новая разлука Обещает быть не вечной Но дорога далека До свидания, до свидания Ничего не обещай До свидания, до свидания Это все уже не прощай До свидания, до свидания Ничего не говори До свидания, до свидания Только двери отвори Дорогая моя женщина Не ревнует и не мучится А на музу, на разлучницу Обижаться просто грех Дорогая моя женщина Ожиданию научится Не брони меня, попутчица Я, как видно, не стек До свидания, до свидания Ничего не обещай До свидания, до свидания Это все уже не прощай До свидания, до свидания Ничего не говори До свидания, до свидания До свидания, до свидания Только двери отвори Дорогая моя женщина Наша радость не качается Начинается терпение Продолжается любовь Дорогая моя женщина Сотый раз со мной венчается За разлукой возвращение Неразгаданная ночь До свидания, до свидания До свидания, до свидания До свидания, до свидания Ничего не говори До свидания, до свидания Только двери отвори А сейчас мы хотели спеть песню на стихи нашего большого московского друга Алексея Морозова Он не только замечательный поэт, но и детский врач-психоневролог Это будет как-то ясно из первой песни Мы хотим спеть две песни Из первой песни будет ясно сразу Ну, вот, конечно, калужане Бывают часто калужане, правильно говори, да? Или калугяне, как лучше сказать? Наверное, калужане, да Калужане, конечно, часто бывают в Москве Или бывали, когда были голодные годы, ездили как-то на столбасу Да, и, конечно, бывали часто в Москве И знают, что в Москве Зубовский бульвар В районе Зубовского бульвара Как-то, не помню, стоит или сидит Все-таки сидит, по-моему, да? Но памятник стоит Да А вот Лев Николаевич Толстой сидит Сидит, да И по Зубовскому бульвару ходит троллейбус с таким очень интригующим названием Номером Номером, извините Б Зубовский бульвара Я сошью Я сошью полосатый пиджак Добровольная тюрьма Я доеду до Зубовской лихо Забывая Ермона всегда И завистливая щеголиха Покоситься на мой лапсердак Нет вольгутней житья холостого Есть возможность от трех до семи Похорить с монументом Толстого Он ведь тоже Ушел из семьи И его клоронета за стенкой Говорят заводил с ума Ах, семейные застенки Добровольная тюрьма И пускай воробьи по пирушке Берят хлеб, шоколад, курнук А в последствиях нашей пирушки Не дойдут до кисея в тюрьму Не дано подглядеть, как дружаем Как нам дышится в жизни легко Как мы славно с толстым отдыхаем Выпивая из банки в ко Но гудит по Москве пароходик Моют столики в Грымском кафе Мой троллейбус уже на подходе И водитель слегка под шофе Тишина без собачки валая Упадет, как лавина в горах До свидания, Лев Николаевич Мне пора возвращаться в барак Где дудит, чтоб свистит А к себе добровольная тюрьма Не дудит, не дудит Не дудит, не дудит, не дудит Не дудит, не дудит Не дудит, rope за стен ты Не своди, своди меня с ума Ах, семей, ах семейныйый за стен ты Добровольная тюрьма спасибо большое, я не понял дело в том, что видно более-менее отчетливо только первые ряды понимаете сейчас вот пели мы эту песню я смотрю и такие напряженные лица я даже испугался немножко я думаю, неужели вы все серьезно действительно я понимаю, мы тоже семейные люди так, Анну Ярославовну просит спеть о, вот это интересно обращение мне сразу нравится братки извините это не к нам пока без аппарата расскажите анекдот долго шла записка что-то мы не мастер... вот я не знаю может Вадим сейчас вспомнит анекдот какой-то такой, который рассказать можно а, крымский вальс пожалуйста ну вот с крымским вальсом я думаю сложнее будет потому что как вы помните мы... вот кстати сейчас в фойе продавали там разную продукцию так сказать музыкальную в том числе там лежали диски которые только что вышли наши диски это совместная наша работа с Леонидом Сергеевым называется он песни под мухой ну опять же вот это... это про другое на самом деле не под этим а там есть песня которая называется муха и она... с нее начинается как раз диск поэтому все остальные песни вроде как под ней понимаете и вот туда входит наш цикл написанный в... на... который назывался так сказать «Красное и белое» но не по стендалю вот такой есть цикл туда входит как раз крымский вальс так что если вы хотите сегодня послушать купите диск придите поставьте значит без Леонида нам будет тяжеловато его так сказать можем но не то настроение мы сами будем себя чувствовать не очень удобно так ангел Божий осень ясно вот вы знаете как интересно вы здесь только заявки какие-то дело в том что мы приехали буквально на несколько часов к вам к вам городу нам бы хотелось узнать что у вас творится но по вашей реакции конечно на отдельные песни мы чувствуем это как-то вот но тем не менее здесь только заявки а правда ли что вы только что вернулись из Израиля и как там ну как это действительно правда ну отдыхать можно ездить туда конечно да но не более того я не скажу что там жизнь намного лучше чем здесь вот честно вам скажу нам кажется что здесь жизнь гораздо интереснее по крайней мере интереснее здесь такая страна интереснее чем в любой стране мира точно ну может кроме как в Сомали наверное я тебя перебиваю я тебя перебиваю главная записка которую мне передали за кулисами мужики Спартак чемпион 2-1 поздравляем ну вот как раз по поводу Израиля мы хотим спеть песню вот интересно действительно интересно вовремя пришла записка сейчас вы поймете какое у нас отношение к Израилю в целом нет замечательная сторона тепло красное море мертвое море кстати по поводу мертвого моря если вы помните оно очень соленое так ну может там кто бывал а кто по наслышке оно очень соленое и там просто ну невозможно утонуть ну никак если ты захочешь только и вот мы решили что все-таки наша страна интереснее там просто все превращаются в одно какое-то такое вот вещество которое обычно не тонет нам даже пришло в голову понимаете что например в Израиле Тургенев родиться никак не мог вместе со своим так сказать рассказом Муму понимаете это ну попробуй утопив в мертвом море Муму понимаете это нереально песня совершенно не об этом мы просто ее буквально вот сидя в Израиле так сказать когда у нас выпадали свободное выпадало свободное время мы как раз придумывали песню вернее музыку будем говорить так стихам Алексея Морозова вот-вот такие вот наши мысли были в Израиле «Илина» Я любуюсь Москвой веселью, околдован ее веселью, На краю перегон в кисель, уходящих в Москва реку. И когда мне бывает тяжко, я иду в переулок Дашка, Вместе с мамою жизнь мне дашь, и первый сохнет у строку. Я любуюсь Москвой летней, словно не было черных лет в ней, Ни война, ни болва, ни сплетни, не коснулись ее венца, Словно не было агропромов, и кандальников, и погромов, И вещинства в нее хоромах, и конюшек ее дворца, Словно не было агропромов, и кандальников, и погромов, И бесчинства в ее хоромах, и конюшек ее дворца. Я любуюсь Москвой осенней, осененной ее знаменьем, Материнским благословением, и не страшен жеребий любой. Сединой февраль не грози мне, я любуюсь Москвою зимней, Вот, наверное, в этой связи мне и досталась ее любовь. Я любуюсь Москвой осенней, я любуюсь Москвою летней, Я любуюсь Москвой осенней, и не страшен жеребий любой. Сединой февраль не грози мне, Сединой февраль не грози мне, Я любуюсь Москвой осенней, Вот, наверное, в этой связи мне и досталась ее любовь. Я любуюсь Москвой осенней, Я любуюсь Москвой осенней, Я любуюсь Москвой осенней, Нету пищи, газа, света и воды. Приезжайте к нам на пищи полчаса до нас езды. Вас накормят и напоят, и оставят ночевать. А погреют, успокоят, руки будут целовать. Синие духи вам излечат все условия, Дотовы работают, и семьей обзаведут. И детей пристроят в ясли, как родятся в сей же час. Словно сыр, когда все в масле, вы зелете будете у нас. А когда на этом царете устанете душой, Печетает в газете, не кралок про вас большой. Место тихое подвищут, добрым словом помянут. Приезжайте к нам, мы пищи, Хоть на вес калекам минут. Место тихое подвищут, добрым словом помянут. Приезжайте к нам, мы пищи, Истощенный нуждой, истомленный трудом, Глубный сын возвращается в отчетский дом, И стучится в окно. Можно, осторожно, можно, сын мой единственный, Можно, можно, все, глупыцай, Если хочешь, отца, Обгрызай, духовитые гости телеца. Как приятно, что ты возвратился, Ты достался, сынок, и смирился. Сынку утирай пустой парой, Поедает телеца, забивает водой, Аж в новом улечет капель капота От такой непосильной работы. Вот он съел, сколько мог, Вот он спальню прожжет, Спит на чистой постели, Ему хорошо. И встает, и свой воздух нахлурит, И ни с кем не прощаясь, уходит. Спасибо. Это была песня на стеки Бориса Слуцкого. Вот кто знает этого поэта, А кто не знает, наверное, Вот есть замечательная, известная песня Виктора Берковского «Лошади в океане», Те, которые умеют плавать, Ну, нехорошо, там, в общем, недалеко, Как я, например. Мужики, а почему, опять, Вот теперь, то брат, Знаешь, как вас назвали? Братками. Можешь послечься так? Кстати, вы знаете, вот по поводу Братков, Я не знаю, как, Мы когда ехали к вам сегодня, Я сразу вспомнил, Мы когда ехали к вам сегодня В поезде Москва-Одесса, Да, у нас было, Мы ехали в купе, Естественно, четыре места, Вот наших два места, И два места, значит, ребята какие-то, Уже седьмые сутки, Уже едут на поездах. Так вот, к ним, Мы как-то так отгородились, Мы задумывались, Думали, ехали, значит, Что мы будем петь, Вот, И вдруг подсаживают, Заскакивают какие-то, значит, Грузинистого один, Типа такой, Такой красивый мужчина, Замечательный такой, Ну, что, ребята, в дурачка? Тебе, ну, давай, нормально, Все в порядке, Набежали какие-то еще ребята там. Якобы из нашего вагона. Да, якобы из нашего вагона. Мне очень понравился один, Который там встал, Вот в дверях у купе, Он там, Маша, Маша, Клади, ребенок, Клади, Я сейчас, секундочку даю, Потом его просто в этом вагоне, Да близко мне было. То есть, Когда они вдруг решили играть на деньги, Понимаете, Вот это, наверное, Те, из которых братков. Я почему, может быть, Вспомнил грузина, Вот здесь написано, Мужики, А почему вы одеты одинаково? Это так задумано? Вы знаете, Я вам честно скажу, Нет, Не задумано. Мы, наверное, Столько много вместе проводим времени, Что мы не договариваемся даже, Что это как-то само собой выходит. Но вот единственное, Что по Москве, Как вы знаете, Вот так вот, В таком виде, Особенно Вадиму, Гулять небезопасно. Он страшно напоминает лицо Кавказской национальности. Его даже несколько раз останавливали. Это не шутка, Это действительно так оно и есть. И все, я давай о другом. Говорю, Спойте, пожалуйста, Грустную песню про несчастную любовь. Явно женские почерты. Спасибо. Вот, я, может быть, Отвелище. Кстати, Сергей, Спойте, пожалуйста, Зеленое небо. Нет, я думаю, Вадим, Надо удовлетворить Вот эту записку. Ребята, Уже больше часа Сначала концерта прошло. А ведь так до сих пор Не спели, Не поговорили. Понимаете, Вот, по-моему, Пришло как раз О несчастной любви, Как раз эта песня и есть. Да. Он это пишет Совершенно другую. А, это немножко... Ну, смотря, Кто разговаривает. А, ну, в общем-то, да. Ну, попробуем спеть. Мы, правда, давно уже И очень не пели. Это одна из наших Старинных песен Стихи Юрия Левитанского. 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 Жизнь прошла, как и не было, мне поговорили. А вот следующая песня — это «Посвящение». Опять, вы знаете, у нас как-то получилось, что много посвящений за последнее время получили. Вот это посвящение дуэту Алексея Ивашенко и Георгию Васильеву, если они у вас бывали, и Василий. Неужели не бывали? Нет, точно нет. Ну, он правососкал. Ну, тот, кто знает, тот, может быть, поймет по стилистике там немножко, да? Ну, а для тех, кто не знает их творчество, не огорчайтесь там, и так все понятно на самом деле. Потому что эта песня в широком смысле посвящена нашим новым экономическим и человеческим отношениям. Вот только непонятно, почему откуда там взялся такой китайский прогресс, китайско-монгольский, это мы до сих пор не можем понять. Ну, так получилось. Не обижайся на суду. Она ничем не виновата, а только жалкая зарплата, чтоб не раскатывал Богу, чтобы душа убереглась. От материального соблазна, поскольку слишком безобразно, его губительная власть, его губительная власть. Летит последний руль, огню, как мотылек, последняя любовь, ах, разве не награда, да будем петь о ней, пока не вышел срок, пока горит костер, печалиться не надо, пока горит костер, печалиться не надо. И не тащи последний зуб на искудавшую державу, ты не поймешь ее, пожалуй, не потому, что слишком глот, а потому, что от ума, как видно, горе не бывает, страна себя не понимает. Да где же ей понять тебя, да где же ей понять тебя, лети последний руль, огню, как мотылек, последняя любовь, ах, разве не награда, да будем петь о ней, пока не вышел срок, пока горит костер, печалиться не надо. Пока горит костер, печалиться не надо, когда твой друг капиталист, то есть теперь эксплуататор, определял твою зарплату, ты промолчал, но сразу скис, не обижайся на него. И на судьбу не обижайся, кто знает, что такое счастье, с пустым желудком проживет, вполне без денег проживет. Летит последний рубль. Ну вы знаете, в Израиле мы пели шепень, конечно, да, в Америке бакс, так что я думаю, что нам затерять нечего, правильно? Давайте попробуем хором спеть эту замечательную, на наш взгляд, фразу, вот такую разгульную, вот такую простую, понятную каждому. А петь нужно примерно вот так, Эрик, съедай последний грец. Давайте попробуем, запомнили, лети последний рубль, да, лечиться. Лети последний. Ну не все, галерка не поет. Как-то робко, вы знаете, мы не так давно выступали перед банкирами. Нет, это серьезно. Это были наши друзья, да, банкиры. Они это восприняли как личное оскорбление, понимаете? Но тем не менее, тем не менее, они, все-таки характер русский, есть русский характер, понимаете? Они зажмурив глаза, значит, как на амбразуру, да бог с ним, глядят. Так что нам-то с вами что терять? Я уверен, что большинство не банкиров все-таки. Давайте попробуем хором еще разок так говорить. Лети последний рубль. Отлично. Как нюх, как мотылек, Последняя любовь. Ах, разве не награда? Да-да-да, будем петь о ней, Пока не вышел срок, Пока горит костер, Печалиться не надо, Пока горит костер, Печалиться не надо. Спасибо вам большое. Мы смотрим просто, дело в том, что... Вы уж извините, что мы так в открытую смотрим, мы как-то распелись, я так чувствую. Так, приятно вдруг стало, и аппаратура работает. Сплюньте. А? Что вы сказали? Ночевать, азнавайтесь. Ах, ночевать. Вы знаете, мы бы с удовольствием, но просто у нас... Вообще это интересно. Интересно. Особенно это звучит, когда от женского голоса, я вспоминаю историю, это небольшой, это... Мы решили вспомнить одну из песен, написанных в содружестве с Леонидом Сергеем, все-таки одну мы попробуем спеть. Да, хочется сказать, что буквально недавно вышел наш альбом совместный с ним. Да я уже говорил, пока ты ставил струну, да, я уже все рассказал. Ну, про Ирбис ты вспоминал? Нет, про Ирбис. Вот, а я вспоминаю, замечательная туристическая фирма Ирбис нам помогла выпустить замечательный альбом из Питера. Эти фирмы. Браво! Побольше бы Ирбисов и вашему фестивалю. Итак, песня посвящается нашим друзьям, бардам, поэтам, композиторам, которым приходится очень много путешествовать и на разных видах транспорта. Кто знает эту песню, пожалуйста, подпевайте. Сегодня мы посвящаем эту песню тоже фирме Ирбис. Улетаем в небе и таях, чтобы где-то приземлиться, в зале против ли границы, это правая ерунда. И в дороге понимаем, что летим к родимым лицам, не дадут воды напиться и запомнят навсегда. Разлетаются ветра на облаках, вслед за ними самолеты гневульнут, провожающие мнут платки в руках, провожаемые песенки поют, Улетаем, 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 уплываем, тихо лаем на лоб и на погоду, опускаем руки в воду, осняет пенный след. И в дороге понимаем, что летят не дни, а годы, и сдвигается колода, на какой неясно цвет. За куча велись варошки на волнах, разогнал их стадо якорь в ламу, провожающие мнут платки в руках, провожаемые песенки поют, Уплываем, 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 уезжаем и не знаем, и негаданная встреча догоняет поезд вечером, и грудками будет ночь. И в дороге понимаем, что, конечно, время лечит, но дай бог расправить плечи и кому-нибудь помочь. Все бегут куда-то стрелки на часах, На прощанье всего лишь пять минут, провожающие мнут платки в руках, провожаемые песенки поют. Провожающие мнут платки в руках, провожаемые песенки поют. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется спеть песню на стихи Давида Самылова. Как бы ее вот... Ну я не знаю, как... Тяжело про нее рассказывать. И мне просто вспоминается случай с этой песней, которая произошла в городе Самаре. Там вот фестиваль проходит, огромный такой, да? Это было на зимней груши. В феврале месяце этого года? Да, да. Этого? А, этого года. Как раз только-только появилась эта песня. И Вадим, значит, такой вдохновленный и песней, и самое главное событие, которое с ним произошло, говорит, значит, решил поделиться со зрителями, слушателями, и говорит, у меня родился... Только что родился сын, значит, месяц назад. Ну вот... Реакция была приблизительно такая же, только более... Побурнее. Более дружная, понимаете? То есть зал зааплодировал, Вадим смутился и сказал, «Ну, я не имею к этому никакого отношения». Это он так воспринял аплодисменты, понимаете? Он как-то... И после того, как зал, значит, зааплодировал, вот чуть дружнее, вот, он еще больше смутился и сказал, «Ну, я не в этом смысле!» Вот тогда... Тогда зал действительно зааплодировал вовсю. Ну, вы сейчас поймете, почему вы не вспомнили это. Ну, вы сейчас поймете, И папа поет, поет мне, как ныне, Сбираются вещи, Олег. И папа поет, поет мне, как ныне, Сбираются вещи, Олег. Я слушаю письмень и плачу, Рыдание в подушке душу, И слезы, и слезы постыдные прячу, И дальше, и дальше, и дальше прошу. А синий мухой квартира Перемотно жужжит За стеной И плачу, и плачу Над бренностью мира Я маленький, глупый, больной И плачу, и плачу Над бренностью мира Я маленький, глупый, глупый, больной Субтитры подогнал «Симон» Я побывавший там, где вы не бывали Я побывавший то, чего вы не видали Я уже там стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот, оглянусь назад, далека дорога Вот, погляжу вперед, впереди немного Что же там позади города и страны Женщины были, Жанны, Марии, Анны Дружба была и верность, вражда и злого В том, где земли стучали, а крышку гроба Старец корон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою Ни точка жизни, шарик непрочно свитый Зыбкий туман надежды, дымок соблазна Штопаны, перештопаны, мяты биты Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Небо багрово-красно перед восходом Колесо пустел морозно, вокруг ясно Здравствуй, мой друг-воробушек, с Новым Годом Холодно, братец, а все равно прекрасна Здравствуй, мой друг-воробушек, с Новым Годом Холодно, братец, а все равно прекрасна Здравствуй, мой друг-воробушек, с Новым Годом Мы хотели бы сегодня с вами распрощаться Огромное спасибо До свидания Дорога-дорога Разлука-разлука, знакома до срока Дорожная мука И очи племя, и близкие души И лучшее время, все дальше, все глуще И лучшее время, все дальше, все глуще Лесная сорока, одна мне подруга Дорога-дорога Дорога-дорога, разлука-разлука Дорога-дорога, разлука Дорога-дорога, разлука Спасибо вам! До встречи!